Девушки отдыхают 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 Теперь я с вами знакомлю, потому что уже есть несколько человек, которые знают вся страна, и вы меня покорили пока своим размахом. Итак, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Виктор, фамилия Гришин, живу в Екатеринбурге. Хочу заниматься вашей деятельностью, научиться именно тому, что делаете вы. Отчество. Владимирович, Виктор Владимирович Гришин. Виктор Владимирович, так, Виктор Владимирович, сколько вам лет? Мне 40 лет. Давайте сравнивать. 51 год я уволился на льготную пенсию с завода. В кармане была дыра. Почему? Потому что мне удалось соскрести денег, чтобы купить АКУ. Не Мерседес, и даже не Жигуль. Это говорит о том, что у меня в кармане было пусто. Так, уже на следующий год я зарабатывал в три раза больше, чем в роли ведущего инженера. Я никогда не скрывал своих заработков, потому что я должен показывать положительный пример, что сад должен кормить, может кормить. Так, у вас пока минус 30 тысяч. Вот так вот. Посмотрим, что будет дальше. Значит, я сейчас начинаю сомневаться, что мы уложимся в один фильм. Вам придется брать терпение. Когда я работал с Прибалтами, много меня было покупателей, почему-то именно это Псковская область, Вологда, это Ленинградская область, Эстония, Швеция, Норвегия. Это все наши, не норвежцы, а русские, которые говорят, что мы зубы точим, хотим Прибалтику, завоевать обратно. Да давно завоевали, только они еще не догадываются, что это давно наши. Там наших людей чуть ли не больше, чем их. Ну ладно, политики не будем. Что мы будем делать? Мы будем сейчас, начнем с небольшой лекции. Вам придется, вы не видите этого на экране, вам придется потерпеть и только слушать. Сейчас я включаю свой архив. Архив редкий, единственный на планете, другого такого нет. Вот, мы с вами будем работать с семенами. Значит, вот это мой архив, да, он единственный на планете. Вот, я сейчас всегда дурею, другого слова не подберешь, когда видишь современные статьи, которые украшены не с фотографиями, не с рисунками 19 века. Натурально дурею. Сейчас вы посмотрите, что такое настоящее. Вот, нам нужно, что? Я не хочу, чтобы вы умудрились все это загубить. Такие случаи бывали. Вот, насчет чего? Часть прорастет сильно рано, часть вовремя, часть никогда. Сейчас смотрим сюда. Вот этот вот у меня раздел, он небольшой. Вот, сейчас я вам буду комментировать, именно речь пойдет про посадку. Вот, где-то кто-то когда-то видел мои старые фильмы, старые, да, уже вряд ли. Судя по количеству просмотров, почти никто не видел. Итак, начинаем. Вот это посадка семечка, да, косточки, видите? Вот. Значит, если ее заглубить хотя бы на сантиметр, через несколько лет дерево начинает болеть, а если оно еще во влажных местах, оно просто-напросто сгниет, сгниет основание штампа. Даже если вы посадите правильно по железу на холмы. Дело в том, что сама мысль природе невыносима, что все семечка закопаны. Невыносимо, не выносят это деревья. Вот есть деревья, которые терпят, мучаются, живут, дают ранний урожай. Это яблони, это сливы, это вишни. Даже быстро переходят на урожай, не дожидая зрелого возраста. Абрикосы, груши, извините. Вот. А там абрикосы, груши, чуть ли не пол коллекции у Виктора Владимировича. Я правильно сказал, Владимирович, да? Да, да. Вот видите, что получается. Теперь я буду листать все подряд, где-то буду пропускать без комментариев, то, что нас сильно не касается. Вы видите правильную посадку. Но эта же посадка смертельно опасна. Смотрим сюда. Я постараюсь быстро. Присланная фотография, очень красноречивая. Человек посадил. А почему все это оказалось на поверхности? Вылезла сама. Вот в этом прелесть деревца будущего. Что оно себя само формирует. Вылезло само. Так. Смотрим дальше. Вот они семя доли, видите? Здорово, да? Они снаружи. Вот по этим, вот я с курсором показываю, по этим зелененьким. Это половинки от косточек, половинки от ядрышков. Они превращаются в листья. Ну, не в листья, а в место такое. Это запас веществ и так далее. Тема сегодняшняя не такая, что поэтому я где-то буду больше проскальзывать, чем говорить. Но главное, что ему обеспечена вечная жизнь. Вот. Единственное, что, если бы вы, Владимир Владимирович, увидели бы эту емкость, то вы бы поняли, как трудно потом из него будет извлекать. Суть ли не с голыми корнями. Вот это минус того, кто мне прислал фотографии. Вот. Посадка массовая. Вот так выглядит. Сейчас комментировать не буду. Не наша тема. Вот еще массовая посадка. Посадка на холмы. Вот. Вот это. Ой, как хочется все рассказать, но тогда придется, как однажды мне 12 вебинаров по 3-4 часа провести. Тогда я все бы рассказал. Жаль пропускать. Вот. Вот этот снимок к вам имеет, значит, отношение. Это то, что вы не видите, но посадка в ведра. Дружные всходы. Причем кости были прямо в ведрах. И получилось великодно чем? Значит, они могут быть, могут быть, могут быть, перенесены с минимальными потерями жизнестойкости, жизнеспособности. С минимальными потерями. Вот. Но, естественно, что они все тут временные, раз все в ведрах. А хорошо бы иметь часть уже посаженных на постоянное место. Вот. Но, как было, у меня, к сожалению, есть в Эстонии замечательная женщина, в Эстонии, которая выписала у нее много семян. Может, я найду, где-то фотография попадется. Может, нет именно ее. У нее дружнейшие всходы пошли. Большие ведра, сотни этих абрикосов. И потом оказалось, что она вместе с ними переезжала с места на место. Не было и у нее места. В Эстонии нет абрикосов. А кому она нужна со своими фантазиями? Представляете, абрикосы в Эстонии? Вот. Никому. И вот она так обидна была, когда прошло три года, и я с ней связался, и оказалось, что она так места и не нашла. Представляете, как было обидно? Это, к слову, просто душа ноет, когда такие случаи бывают. А ведь какое было начало? Какие саженцы? Ой. Я говорю, что же вы на постоянное место посадили? Она говорит, куда земля-то не моя? Ну, ладно, поплакался, пойдем дальше. Ну, один из удачных примеров. Представили фотографию. Ну, красота же, нет? Вот. Это я пока комментировать не буду. Это я бы прокомментировал. Вы знаете, мульчирование приводит вот к этим вещам. То есть, начинает гнить основание, не выдерживает мороза, вот уже лопнуло. Это страшная рана. Вот. Я к тому, что будьте аккуратны. С одной стороны, земля должна быть замульчировать меньше. Особенно на холмах. Она же быстренько, очень быстро, пересыхает, так. Вот. Поливать надо чаще. Чуть не угадал, они не взошли. Почему? Косточка должна напитаться влагой так, чтобы вот это вот могучее зерно, вот это в одном случае, ядрышко в другом случае, чтобы оно разорвало эту бронированную скорлупу. Вот. И, конечно, кто будет правильно, ну, когда мульчирует, закрывая штамп, и он начинает гнить, вот чем кончается. Очень важная фотография, очень важное замечание. Вот. Про, к сожалению, пропускаю тему выбор места. Обычно, скоро выбирают место, а потом вспоминают, что кроме дома должен быть сад. Вот. Посадка. Это Вологда. Это посадка по железу. Очень красноречивое фото. Не комментирую. Вот. Вот это, к сожалению, вот здесь трудности. Когда вот так вот в прекрасные сходы. Ну, кто бы спорил-то, ну, волшебные руки. И в этих вот небольших ямкостях, вот, по 10, по 20 штук, вот, они тянутся вверх. Это безобразие. Это уже уродами растут. А вы потом попробуйте их это. В этом возрасте пересаживать опасно крайне. Угадать, где там корневая шейка невозможно. А вот потом, страшнее всего, потом, когда они вырастут, допустим, в осени, вы их рассадите. Там корни переплетаются так, кокосы у девушек заплетают. Еще труднее. В общем, все понятно. Дальше. Вот, видите. Вот. Это хорошо для помидоров. Ну, поверьте, для сада не годится. Вот. Это вы потом увидите. Обкладывание камнями. Не комментирую. Не знаю. Есть такой, это самое, способ. Вот. Ну, куда мне лучше-то, если он лучше сад в Сибири. Ну, стану я сейчас еще пробовать камнями обкладывать. Вот это важнейший снимок. 25 января. Вот они, первичные всходы. Вот они. Вот. Стоило мне достать, как пошли лопаться. Караул хотим, чтобы посадили. 25 января. Вот. Вот это ждет. Сейчас же мы не просто так. А, я забыл сказать. Цель-то наша-то. Сейчас будем... Ой, с этого надо было начать. Сейчас мы, Павел Владимирович, будем курочить эти мои временные упаковочки. Перепаковывать и смотреть. А что же там получилось, в конце концов. Это очень важно. Если вы зашли, вот как здесь. Вот. Что такое 25 января? На фотографии. Это же середина зимы. Так вот. Будем спасать то, что уже проклюнулось, и хранить дальше то, что не проклюнулось. Важнейший снимок. Это доказательство того. Вот. Вот это вот снимок говорит о том, будет еще один, другой, в другое время снятый. То есть, выворачиваю целый ящик, тысячу косточек, и вижу, половина спит. Часть из них уже негодна. Видите? Справа пишу переросшие, да? Вот. Остальные, некоторые, прямо хоть сейчас садим, вот как второй слева, справа. Ну, и третий, если очень постараться, вот это очень важно. Видите, вот это вот, росток пошел. Посадите, как положено, до 2-3 сантиметра, сгниет чертая мать. Если даже вылезет, сгниет позже. Вот это основание, вот это вот место, вот я курсором показываю, вот здесь, так. Не дайте вам, Боже, это самое, это окажется под землей. И теперь, представляете, с какой чайным надо садить? Корешок под землей, а вот эта вот часть сверху, росток. Вот, наконец, большинство из нас знает, как устроена косточка, и где вверх, где вниз, в конце, до концов. Анекдот рассказать. Вот. Прекрасные, дружные всходы, женщины все садят корешком вверх. Ой, Господи, что я смеюсь-то? Над этим не смеяться надо. Это наша роль учителей. Взялся учить, так не смейся над учениками. Но, по крайней мере, уже Павел-то точно не посадит вверх корнями. Так, идем дальше. Это, я не комментирую многие вещи. Вот. Единственное, что, скажу хотя бы. Вот этот вот персик, да? Тут нет фотографий, где многие видели. Это, значит, пример яркий того, что худо-бедно, хотя лучше садить на месте. Но такой вариант, как запасной, годится. Вам придется обзаводиться, учитывая Ваш размах. Так, так, так. Владимирич, расскажите, пожалуйста, какая Вас там площадь-то? Что-то я не спросил. Ну, площадь сколько нужно, столько и сделаем. Я просто не знаю. Ну, большая. Хорошо. Несколько гектар можно засадить. Ну, все, Вам ружье подарить? Есть. Он мне будет помогать. Нет, не помогать. Застрелиться. С вышкой. Знаете, что Вас ждет? Я чуть не пошутил. Грустная шутка. Застрелиться легче, чем вырастить детский гектар. Но я Вам покажу, научу, как это делать. Я Вас научу, что такое кочущий питомник. Так вот, значит, большая часть, это очень сложно. Вот эти ведра, я Вам даю практически советы. Вот, сами можете догадайтесь. Я выращивал в 5-литровых горшках, в 7-литровых горшках. Но себе, обратите внимание, это себе. Может быть, я фото именно этого саженца-то и вставлю. Ладно. Не будем искать, что применители. Вот. Что такое нормальный горшок? Для меня нормальный горшок вот такое ведро. Значит, где эти ведра берутся? Их не знают, куда девать кондитерские и прочие вот такие учреждения, которые занимаются столовые, кафе. Они в них получают джем, варенье, вот такие изделия. А ну-ка, покажите, что Вы там приготовили. Вот такие ведра. Сейчас, секундочка. Где Вы у меня? Ну что, я Вас поздравляю, Вы, оказывается, запасливы. Ну, почти такие. А может и такие. Ну, это кондитерские именно. Ну, вот, все, все. Мы друг друга поняли. Я зря Вам советую. Вы, оказывается, уже и сами это знаете, что делать. Итак, это значит, что очень трудная работа, очень много земли, очень много возни и посадка сразу ведро. Только вот этот ком, который не развалился и позволил получить ту фотографию, которую я Вам покажу. Ладно? Вот. Там на той фотографии будут тут юноши, которым петент, который сзади мешает нам. В смысле. Я Вам прошу потише. Вот. Увидите. Итак, продолжаем. Следующую фотографию берем. А, ну, это как этой же. Ну, здорово. Согласитесь, друзья, вот, что это выход. Большая часть ваших этих. И желательно проклюнувшие костики. Вы должны будете их лелеять. Они самые надежные. Спит еще неизвестно простец, Алик. Вот так. Вот это вот никуда не годное. Вот это вот вырастил человек на балконе. Это уже не абрикос. Это сказать порнографию, он услышит, обидится. Вот. Это не моя фотография, естественно. Это негоднейший материал. Это как трава уже. Ну, даже это, не специалист поймет, что это негодное все. А тем более выставлено на таком виде, они умирают тысячами. Так. Некоторые я пропускаю, потому что боюсь я это увлечься. Вот это уже посажено, видите, эти семидоли, да? Они уже почти нормальные. Но у меня такое впечатление, что они вылезли с под землей. Непорядок. Вот. Возможно, вот там часть сантиметра будет гнить. Ну, пройдем дальше. Вот. Эмульсирование. Меня спрашивают, почему они загибаются? Вот. Видите, саженцы от роду. Вот, да, или два. Ну, если с пересадкой, возможно, ему два. Вот. И вот он уже загибается. Да, освободите вы это, дайте им дышать таком не вышей. Вот. Видите, как это? Кстати, о, что это такое? А, это, мне эту фотографию представили, мне уже много таких прислали. То есть, люди ищут на месте. Ищут и находят. Значит, часть вашей работы, вот мой пока, как сказать, ученик, один из, сильно перехвалить боюсь, зазнается, вот, он с израней. Сказать, что там все блестящее тоже нельзя. Но нашел же человек на месте и дикую грушу, и шелковицу, и персик, и абрикос старинный, и ой, чего он только не нашел. Вот, все даже вспомнить не могу. То есть, местный ассортимент можно пополнять двумя путями. Первый, это железо Бродский, и второй путь, это на месте то, что уже стало, допустим, ваш Урал стал второй родиной, да. Вот, знаете, как трудно вырастить черешню, а вот в этой самой, уже, ее в Москве-то практически не встретишь, а уже в Черябинске все-таки садоводство идет такими рывками. Попадется такой уникум, как этот, Латинков. Пожалуйста, поняли? Вот, и уже это, шаг вперед, еще шаг вперед. Крупный шаг такой, огромный. Вот, так что, вот эта фотография, иллюстрация, присылает вот эту фотографию, и спрашивает, годится или нет. Я говорю, да, годится. Можешь и не сомневаться, детей не найдешь в этой фотографии. Вот. Вот тоже характерная фотография. Тот, кто вырастет абрикос, вот отсюда, да, вот примерно, ему уже, сурдина, долгая жизнь. Вот. А это фотография из моего сада. Вот. Я не болтун, но обратите внимание, сколько вокруг скорлупок. Это в моем саду. Сколько скорлупок, а знаете, что это значит? Мыши все сожрали, вычистили. Вот. Смотрим дальше, более характерные. Приближение первое. Видите, вылезла эта сада. Вот они, шкарлупки. Вот он вылез, один из немногих. А вокруг, откуда шкарлупки? Все поедено. Вот. То есть, еще одна тема. Можно, как выписать, на 25 тысяч косточек, можно на 250. В один год может все это исчезнуть. Этот год, друзья, я обращаюсь уже не к Павлу, у него еще нету сада. А это из этих ценнейших вещей. Важнейший момент. Это год, мы шеем. Если с Нового года начали кричать караул, те, кто наблюдательный, у кого, кто смог там откопать саженцы, у кого снега немного, уже поедены. А это означает, если начали есть на Урале, закончат на Приморье. Если начали есть в Европе, закончат в Сибири. Вот это страшная вещь. Вот. Может все, есть люди, у которых полностью сожраны мои, все, все, все абрикосы. Все, что взошло, все, как говорится, деньги потрачены, тем самым, не по сильным трудам. И вот, представляете, все сожрано. Ну, что это такое? Мощная тема, а не наша. Я просто хочу, чтобы держать вас напряжение. А куда деваться? Ну, дайте хотя бы пять лет деревьям вырасти. Потом мыши отстанут. Тоже яркий пример. Вы представляете, что получилось? Вот эти семя доли, да, вот закопаны же было. И вот сейчас на наших глазах есть даже где-то, по-моему, ролик такой, где это все поднимается. Вот чудо, чудо животворения, так можно назвать. Вот что важно, когда не сильно, глубоко закопаны. Закопали, осталось там все под землей. Остался под землей этот самый семя доли. Все, прощай, Вася, то есть прощай сад. Будущий сад. Вы будете радоваться. Они так прекрасно отсиживаются от невзгод под землей. Основание штамба потом гибнет. Вот еще примерчик. Ну, здесь почти нормально. Ну, глаз радуется. Ну, радуется глаз. Вот. Красота какая, да? У меня сейчас много корреспондентов. Вот этот снимок самый страшный. Получил я письмо, а там что написано было? Ой, как у меня взошли ваши яйца рассадила по этим самым. А это не свежий снимок. Я тогда только начинал борьбу с невежеством. А у меня так рассадило, у меня столько ваших замечательных абрикосов. И тогда у меня впервые сжалось сердце. Я говорю, а вы глубоко их закопали? Ответ. Как написано на 4-5 сантиметра. Я говорю, срочно откапывайте фотографии мне. И вот этот снимок стоит, вы знаете, вот если взять мои снимки, допустим, 50, выбрать самых ценных, вот один из них, даже с первого десятка, они заменят и даже отменят любую университетскую библиотеку из тысяч томов. Потому что все, что там написано, все это смерть Саддама. Я не преувеличиваю. Чем дальше узнавал, тем больше ведь у меня уже связи есть с наукой. Но какие? Какие-то подпольные. Да я биолог, но я не садовод. Да я агроном, но я ни в одно дерево не посадил. Вот. Я говорю, слава Богу, что не посадили. Чему-то ж вас научили. Вот яркий снимок, это невероятный снимок. И когда мне писали снимок, я говорю, ну все, выбрасывайте к чертовой матери. Вот что на глубине 4-5 сантиметров происходит. Ну как еще объяснять-то, что нельзя было закапывать косточку. Ее еще и нет, шкарлупка еще там ниже. Вот. Я уже чуть ли не кричу, потому что полное, стопроцентное это самое, безразличие ко всему. Уже же, уже уверен, что, да хоть слухи-то доходят, да есть там такой железо, есть там такой Бродский, Латинков. Вот. У них почему-то все получается. Вот. Вот. В министерских садах учат студентов, нет садов. Нету, и, кстати, не будет. Сколько не садите. И не пытаются даже учить студентов. Может быть, знают, что все это бесполезно. Вот. Надо же когда-то же взяться за это дело. Кафедры, правильно Бродский говорит. Где кафедры этих садоводств? О, я вам это повел. Извините. Опять ушел. Ладно. Вот попытки наши. Вот это вот снимок. Вот в эту пору, если, значит, Павел Владимирович будет однажды доставать срезерованные семена, вот тут, как у меня, видите, я угадал со сливами. Самое то, самое длинное, да, чуть ли не со спичку. При аккуратной посадке выживут. Если песок был сырой, вот эти вот самые, я не раз говорил, повторю, высасывают корешки влагу. И не дают соседним зайти. Вот одна из причин. Вроде стратификация проходит правильно. Часть, вот как здесь, ну, сколько здесь взошло? Первое, торопыки. Ну, может, процентов 30-20. А остальные могут никогда не взойти, если еще передержать немножко. Рано, плохо, поздно опять. Передержишь, что получим? Вот как на снимке. Они влагу высосут, а остальные не могут при всем желании. Мы их потом садим, прямо спящими. То есть, все это я садил, но там уже скожесть не та, там, возможно, нарушена программа. Уже это. А которые взошли, да, коротенькие хвостики. Само то, только ложите на бок, хвостиком вниз, но на бок должна лежать эта косточка. Не надо изощряться. Где самая длинная еще аккуратнее. Дырочку сделали, аккуратненько корешок опустили. Запомните, как только раскроется эта косточка, ростов должен быть на границе земля-воздух. Наговорил я. Так, сейчас пропускаем, иначе я говорю, нету у нас 12 вебинаров по 3-4 часа. Ну, на всяк сути, гляньте. Вот, это может быть относиться и к вам, Павел Владимирович. Значит, видите как, аккуратно с большим ковом земли можно пересаживать. Ноги говорят, на какой это, на каком расстоянии садите. Ну, я думаю, если через 30 сантиметров 40, уже можно лишнее выкапывать, не бояться, что повредишь корни. Видите, вот пример. Вот еще пример. Вот. Ну, это как раз я, это, видите, сгнившее основание штампа. Один из примеров глубокой закопки. Так, жаль, пропускаю важнейшая тема в моем изобретении, которое удлиняет сезон на 1-2 месяца. Ну, вы уже догадались, почему сезон удлиняется на 1-2 месяца, глядя на эти фото. Вот. Жаль, много пропускаю, без комментариев. То, что здесь лежит булыжник, вот здесь вот, это не значит, что это я положил. Вот, представьте, такую фотографию. Мол, камень будет целый день нагреваться, ночью отдавать тепло, и от этого как бы немножко микроклимат получает. А кто сказал, что камень не будет остывать всю ночь, а днем пока нагреется, и не будет создавать холод? не знаю, не пробовал, пробовать что-то не хочется. Так, хотя не отрицаю, надо пробовать, надо экспериментировать. Вот здесь мои абрикосики, видите, как хорошо, чашку, а ну-ка смотрите, видите, все семидоли снаружи, видели? Вот, замечательно, а еще человек выращивал под этой дугой, так, то есть в дуге и чем-то было накрыто. Наверное, может, ну, неважно, чем, нет, важно, но я не знаю, чем, но тем не менее, естественно, что это дало стимул, и так же, как у меня под бутылками, а здесь как бы одна большая бутылка, поняли, да, вот, спасибо с комментарием, спасибо с комментарием, ну, также мне вот это писать фиграют, но это что-нибудь говорит, сибирь или нет? то ли сибирьки, то ли ранетки и одичавших, но на сибирьки здорово похоже, ну, чем не семенной материал?